Меньше месяца осталось до памятного дня, годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно здесь, в Брестской крепости, соберутся все те, кто считает своим долгом отдать дань памяти павшим в боях во благо мира и независимости. Накануне символичной даты на священной земле собрались ветераны войны в Афганистане и активисты БРСМ. Это место явилось отправной точкой патриотического марафона мужества. Наше мероприятие в первую очередь направлено на нашу молодежь, чтобы еще раз рассказать, привлечь внимание молодежи к теме Великой Отечественной войны, к теме сохранения нашей истории. Потому что сегодня, как бы это ни было печально, но разные тенденции именно в вопросах сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. И мы, в первую очередь, молодежь, говорим свою четкую позицию в этом вопросе, что это наша победа и никто не сможет у нас нашу победу, как говорится, забрать. Цель автопробега – это, в первую очередь, показать и чтобы люди помнили, что действительно это ужасная война с огромными людскими потерями, с огромными разрушениями экономики населенных пунктов. Не только, что именно в этот день. Люди должны помнить всегда, особенно молодежь. Очередной этап марафона мужества охватит Брестскую и Минскую области. В планах участников – посещение воинских захоронений, мест боев, связанных с Великой Отечественной войной. Далее путь продолжится в России. Конечной остановкой станет Нижний Новгород. В составе участников, помимо организаторов проекта, молодежь, а также ветераны Великой Отечественной войны. Николай Никитович Мельник – один из тех, кто не смог остаться в стороне от патриотической акции. 90-летний мужчина убежден, своими воспоминаниями он должен делиться с молодым поколением. Я с удовольствием принял участие. Мне хотелось бы, если появится такая возможность, рассказать молодым людям, ребятам, как сражался советский народ, как он защищал, начиная с Брестской крепости, свою родину. Марафон «Мужество» расширил круг дружественных Бресту городов соседних государств. Общие задачи и планы уже находятся в реализации. А это значит, цель мероприятия достигнута, но на этом БРСМовцы останавливаться не собираются. В рамках марафона «Мужество» в целом этого проекта было посещено множество мест, как на территории Брестской области, Республики Беларусь, так мы и сотрудничаем с сопредельными территориями. Буквально недавно мы заключили соглашение о сотрудничестве с Союзом сельской молодежи Польши по благоустройству воинских захоронений, находящихся на территории Польши. Это возле города Белоподляска, там находились крупные массовые лагеря военнопленных, как раз начального периода 1941 года. Мы благоустраиваем эти воинские захоронения, мы проводим там субботники с польской, совместно с белорусской и польской молодежью. Мы инициируем совместные конференции. И вот буквально тоже есть такой проект, проведение совместных конференций на тему Великой Отечественной войны. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.